Прокурорский разгром. Как круговая порука спасла депутатов от уголовного преследования. И не пора ли говорить, что украинский парламентаризм уже на дне. Пенсии по осени посчитают, с чем несколько сотен депутатов оставили миллионы пожилых украинцев. Пролетели, как фанера над Киевом. Кто помешал крупнейшей лоукост-компании возить нас в Европу по доступным ценам? Как прогнать инвесторов? Почему в стране процветает бизнес-рейдерство? И сколько денег готовы вложить иностранцы в страну побеждающего криминала? Здравствуйте, я Алексей Лихман. Давайте вместе с вами проанализируем главные подробности уходящей недели. В течение которой украинские политики показали настоящий мастер-класс по защите от уголовных обвинений. Это было даже покруче, чем в самых рейтинговых сериалах. Генеральный прокурор закрутил сразу шесть интриг. Депутаты, чья неприкосновенность зависла на волоске, постарались привлечь на свою сторону лучших защитников. Спикер соблюдал регламент так тщательно, как будто от этого зависело его место в истории. И тот маленький, но важный факт, что парламент вообще не должен быть судом, депутатов совершенно не интересовал. Как не заинтересовало и то, что же остальные украинцы подумают о вот таком всплеске верховенства права по отношению к себе любимым в стенах Верховной Рады. За финалом этой политико-судебной трагикомедии наблюдала и моя коллега Екатерина Лысенко. Последняя рабочая неделя Нордепов была похожа на ночь студента перед экзаменом, когда нужно быстро подтянуть хвосты. Нужно и пенсионную реформу проголосовать, и в медицинское добраться, и с конституционным судом разобраться, и бюджет перераспределить. А тут еще и шесть представлений на снятие неприкосновенности. Условно их можно разделить на три группы по схожести обвинений. Разоблата Поляков, фигуранты янтарного дела, Довгому и Добкину предъявили грехи прошлого. У Лозового с Дайдеем вызывают подозрения декларации. Вот такими пакетами, намаганием это сбалансировать, а мы и там фракции трошки зачепили, и там трошки зачепили, и там трошки зачепили. Но вы знаете, на жаль, у меня, ну, складывается впечатление, что тут политика, политика очень сильно присутствия. С Поляковым и Розенблатом особых разногласий не было после показанного фильма с агентом Катей. Фракции сняли с них иммунитет. Вперше в истории украинского парламента правлячая коалиция и наибольшие фракции дали сгоду, и парламент проголосовал за знание депутатской недоторганности членов коалиции. Недолго спорили нардепы о том, что делать с иммунитетом Довгова из воли народа. Да и тот сам помог с выбором. Звертаюсь до вас с проханием подтримать это ни к чем не с юридической точки зрения подания, для того, чтобы дать мне возможность раз и назавжди поставить крапку у всех тех чисельных абсурдных звинувачных. Но вот за неприкосновенность других фигурантов голосовали уже иначе. Голосов фронтовиков стало на порядок меньше, а радикалы вообще не нажимали кнопки, когда речь шла о Лазовом и Дейдее. Национальное антикорупционное бюро Украины начало справу по иммунитому незаконному збагаченню Дейдея 16 листопада 2016 года. А почему же самая такая же справа, с такой же фабулою, что до одного народного депутата из фракции БПП, который также позичил у своей нареченою гроши, кубил элитную нерухомость в городе Киеве, и против него даже не порушили справу НАБУ. Или это не защитить своих друзей? Я не стил заказов, чтобы сейчас тут принимать, на кого порушить, на кого не порушить. Подание отхиленным. И хотя фронтовики обещали поддержать представление, фракция дала только половину голосов. Столько ждали из-за Лазового, в декларации которого прокуратура нашла деньги непонятного происхождения. Это макулатура. С юридической точки зрения это смятка. Это ни один юрист не может назвать по данным. Фаховый. На отличие от вас, Юрий Витальевич. Он торговал ялинками в городе Ривном. С 14 лет. Будучи из Ривного, я помню, сколько стоило ялинки, по моим предпочтям, для того, чтобы заработать на 80 тысяч долларов, 150 тысяч евро и 800 тысяч гривен, нужно было вырезать лес где-то так, от Ривного до Костополя. Но в итоге генеральный прокурор получил два негативных представления Дейдейла за войтак. Так и остались неприкосновенными. А после голосования радикалы фронтовик дружно обнимались. Это круглая порука, которая дальше сохраняется. И вы видите, как она связывает все политические силы. Хитрували. Тут проголосовали, тут не проголосовали. Так, чтобы не хватило, рассчитывали. Был такой договорняк между этими двумя фракциями. Мы не голосуем за вашего, а вы не голосуете за нашего. Причина этого очевидна. Но как это объяснить общество, абсолютно не понимая. Потому что обеи эти фракции и дочинные выборы обещали снять на дотраканность себя полностью. И себя из всего парламента. Те коллеги, которые не голосовали, фактически попали в ловушку, когда теперь будет обигрываться чисто популистский лозунг про то, что сами себя защищают. Я думаю, что парламент, на жаль, не прошел этот испыт. Зато за шестое представление в зале не жалели голосов. Михаилу Добкину припомнили земельные дела, когда тот еще был мэром Харькова. Деючи умыслно, в интересах третьих осіб, сприяв зазначенным особам, забудовникам места Харькова в реализации злочинного умыслу щодо заволодения земельными делянками на территории места Харькова шляхом шахрайства. Генеральный прокурор, поддерживая претензии следователя, обвинял меня только словами, не предоставив ни одного документа, ни одного доказательства того, что был нарушен закон. Главная их задача – спрятать меня в СИЗО и говорить, что у них есть очередная победа, и поставить галочку. В результате нардепы не просто сняли неприкосновенность, а и дали добро на задержание и арест. Если генпрокуратура не сможет довести его провину, то это будет действительно проблема для всех нас. Кроме шоу с падением на народных депутатов, практически ничего не было сделано. И мы же понимаем все, на висшо створилось это шоу. Это отвлекание внимания общества, пытание отвлекать внимания общества, от реальных проблем, которые есть. Сделать депутатов прикосновение требовали и на улице. Каждое голосование сопровождалось массовой акцией под парламентом. Да и в стенах Верховной Рады не обошлось без перформанса. С мегафонами и заблокированной трибуной. И на фоне всего этого Рада в первом чтении поддержала пенсионную реформу, утвердила закон о конституционном суде и перераспределила бюджет. Все быстро, лишь бы успеть до каникул. Все, что касается перераспределения бюджетных денег в регионах, все, что может увеличить социальное обеспечение, все безусловно поддерживает. Все другая игра между главными фракциями, наш порядок день и следующий. Первое – это мир. Мы должны обеспечить мир в Украине. Другое – мы против нынешних тарифов, и требуем их скасывания. Это третье вопрос, на котором мы сейчас сосредоточимся. Это то, чтобы увеличить социальные стандарты. Мы не верим в потенциал коалиции, в которой не существует, в то, чтобы продолжить работу сессии. Мы думаем, что закончится сейчас, в коалиции пойдут почувствовать. Так и случилось. Несмотря на призывы сессию не закрывать, ее закрыли. Нардепы разлетелись в теплые края до осени. Екатерина Лысенко, Каменева и Евгений Каминский. Подробности недели – телеканал «Иддер». Впрочем, некоторые нардепы все еще в Украине. Например, троица, по которой Рада поддержала ходатайство Луценко, должна была явиться сегодня на допрос. Добкин пришел в генпрокуратуру, даже раньше назначенного времени. С собой взял сумку с вещами. Мол, ожидал задержания прямо во время допроса. Его коллега от БПП, Борислав Разенблат, прибыл на допрос в НАБУ. А вот фронтовик Максим Поляков к антикопационарам не явился. Уверяет, что заболел. Вместо него пришел адвокат, и даже медицинскую справку показал. Сегодня в суд пришел и главный радикал, Олег Ляшко. Хотя ответственность ему грозит административная, все равно закончилось все скандалом. Генпрокуратура обвиняет Ляшко в совмещении депутатской деятельности с коммерческой. Радикал был очень недоволен, что в суд ему пришлось прийти ранним утром. Заседание не дождался, уехал в Верховную Раду. Но, впрочем, суд решения сегодня так и не смог вынести. Рассмотрение перенесли на 18 июля. Так что главному радикалу придется провести в Украине еще 4 дня. Ну, а в целом, эта неделя оказалась настолько впечатляющей для нардепов, что их ряды понесли еще одну потерю. О своем уходе из Верховной Рады заявил внефракционный депутат Вячеслав Константиновский. Три года депутатства он назвал самыми мрачными в своей жизни и теперь хочет почувствовать себя свободным человеком. Константиновский был избран в парламент по одному из округов в Киеве, так что теперь там могут пройти еще и новые выборы. Ну, и интересно, что на этой неделе еще уменьшилось и количество нардепов коалиции. По состоянию на сегодняшний день в двух фракциях коалиции только 219 депутатов, при необходимых 226. Минус, исключенный из блока Петра Порошенко, Борислав Розенблат и заявивший о своем выходе из этой же фракции Олег Петренко. Давайте обсудим итоги работы парламента на этой неделе и вообще в политическом сезоне с нашими гостями. Алексей Гончаренко, заместитель главы крупнейшей парламентской фракции Блок Петра Порошенко. Приветствую вас. Добрый вечер. Алена Шкрум к нам присоединяется тоже. Это представитель Батькивщины, одна из самых ярких критиков правящей коалиции. Добрый вечер. И Александр Мартыниненко, один из самых опытных украинских информационщиков, аналитик, генеральный директор агентства Интерфакс Украина. Приветствую вас, Александр. Давайте с вас и начнем. Вам. Ваш взгляд со стороны мне интересен. Вам не кажется, что за эту неделю украинские политики нанесли себе столько ущерба репутационного, что редкий враг бы даже, наверное, с таким заданием справился? Ну, вы знаете, политика в целом так тоже говорить нельзя, потому что, например, Юрий Витальевич Туценко на этой неделе, безусловно, себе заработал не ущерб, а совсем наоборот пользу. Общественное мнение, поскольку... Ну, а депутаты? А депутаты, ну, это же они сделали много лет назад, или два месяца назад, а не сегодня произошло. В целом, что Розенблат-то не сегодня вот это снимался в кино, вот это, которое мы все видели. Поэтому это, на самом деле, логичный результат предыдущей деятельности. Другой вопрос, что мы не сразу ее видели, и они не знали. Поверьте мне, у нас еще очень много впереди эпизодов, которых мы не знали, не видели и узнаем. Хорошо, но подобная циничная демонстрация того, как власть защищает сама себя, к чему она может привести? А, это вот в отношении двух человек, ну, конечно, тут, знаете, это просто еще раз показало о том, что, к сожалению, к огромному, мало что меняется. Потому что, я честно говоря, вот эту картину, когда своих мы не сдаем, я это видел много-много раз, в разные годы. А это именно так было похоже на это. Алексей, вопрос к вам, как представителю коалиции. Скажите, вот действительно была, работала схема, своих не сдают. Депутатов все обвиняли, что в эти дни была показана, просто отработана схема договорников. Я даже себе вот стрелочками нарисовал, кто кого спасал. Коалиция спасала, например, Лазового от уголовного дела. Ляшко, кстати, за это очень мило всех их благодарил. Ляшковцы показывали, что им важна дружба с Дейдеем, Поляковым, Разинблатом, что она для них превыше всего. Были договорники или нет? Спасти рядового Лазового или спасти рядового Дейдея это точно была не задача фракции Блока Петра Порошенко. Вы можете посмотреть по голосованиям за снятие депутатской неприкосновенности по количеству голосов БПП номер один, по проценту голосов, потому что все фракции разные, по проценту голосов мы вторая фракция из восьми фракций и групп парламента по числу голосов, которые мы отдали за снятие неприкосновенности. Поэтому БПП, свое слово и предвыборное обещание ликвидировать депутатскую неприкосновенность Но ваших же голосов в том числе и не хватило важных голосований. Вы знаете, еще раз, мы не можем дать 100% голосов, но если вы возьмете процент голосов, отданных всеми фракциями и группами, БПП на втором месте из восьми фракций групп. Хорошо, Алексей, но все равно ходоки от этих фракций были к БПП? Мы вам спасаем Розенблата и голосуем еще за то, за то, за то, а вы спасаете, например, нашего Лазова. Ко мне никто не ходил, я голосовал по всем поданиям за, я голосовал за затрымание, я голосовал за арешт во всех случаях. А есть действительно уникальные вещи, это, например, то, что за арест Допкина. Юлия Тимошенко не проголосовала ни за одно подания вообще, ну и в том числе, естественно, за арест Допкина. И это очень, для меня, кажется, знаково. Я понимаю, что эти люди были, безусловно, очень заняты, им было очень сложно, они где-то боролись с коррупцией, но мне кажется, в это время надо было бороться с коррупцией в зале права. Хорошо, Юрий Луцанко говорит, Алена, теперь хочу пообщаться с вами, Юрий Луцанко говорит, что он все равно придет и вернется с этими представлениями о снятии депутатской неприкосновенности, о разрешении на арест об уголовном преследовании. А вы верите в то, что осенью, что повторится? Вот это представление, которое было на этой неделе, или все-таки Рада может переголосовать? Ну, по-перше, я хочу ответить на то, что только что прозвучало, Юлия Володимировна Тимошенко не было весь тиждень в Раде, вона не лекарня, но вона лекуется. Тоди, как Ляшко был, не проголосовал за арест Допкина, тоди, как пан Борезенко был, не остальная людина у фракции не проголосовал за арест Допкина, тоди, как и другие БПП-шники не проголосовали за арест Допкина. Но сейчас я хочу немного от этого выйти. Насправді, что случилось на этом неделе, это было попытка, с моей точки зрения, адміністрации президента, добить кинцево Верховную Раду и парламент как институцию, и добить омбудсмена как институцию, и попытку добить Конституционный суд. Поэтому мне тут настолько важно, что там врятовали Лозового, врятовали Дейдея. Я голосовала за абсолютно все подания. Я очень надеюсь, что Игорь Витальевич повернется с теми поданиями с большей кількостью доказов, и он будет больше профессионально это делать. Алёна, расширю вопрос, если можно коротко. Ваш прогноз. Вообще депутаты когда-нибудь исполняют свои обещания, которые дают на каждых выборах. Депутатская неприкосновенность когда-нибудь перестанет существовать? Я впевнена на 100% что депутатская недоторканность будет обмежена. Можливо, не этим парламентом, но она будет очень суттєво обмежена. Потому что этим парламентом после этой недели, наверное, и я. Хотя я не имею права на оценочное суждение. На жаль, вся Верховная Рада добивает парламентаризм. И чтобы его отновить, мы можем только обмежать свою недоторканность и смусить администрацию президента немножко нас поважать. Понятно, ваша мысль понятна. Пока с вами не прощаюсь, мы вернемся к диалогу с вами. А пока продолжим. Сегодня свою работу возобновило Агентство по предотвращению коррупции, которое, как казалось еще недавно, намертво погрязло в скандалах и вояснении отношений. Замглавы НПК Руслан Радецкий написал у себя на странице в Фейсбуке о том, что Агентство смогло утвердить результаты полной проверки декларации нескольких судей, прокуроров и министра юстиции Павла Петренко. И по одному из тех, чье имущество проверили в НПК, материалы направлены в специализированную антикоррупционную прокуратуру в рамках уголовного производства. В информагентстве «Украинские новыны» уточнили, что нарушения есть и в декларации Петренко. Министр указал неточные данные по квартирам и своему автомобилю. Ну, и вот согласитесь, новостей по проверкам, возбуждению уголовных дел, расследованием в нашей стране предостаточно. Вот только когда это должно продолжиться новостями о приговорах, темы, как правило, утихают. Вспомните, за сколькими громкими делами мы с вами уже следили. Онищенко, Насиров, скандальный судья Чао, спрятавший взятки в огороде. В каком состоянии сейчас эти дела? И не закончатся ли они вместе с новыми? Тем, что фигурантов просто отмажут. Выясняла моя коллега Елена Зорина. Дела на миллиарды, хитроумные схемы и одиозные фигуранты. Никто ничего никуда не передаст. Нардепы, судьи, каста неприкосновенных. Давайте пройти дорогу. Задержание под прицелом десятков телекамер. Чего только не видели украинцы за последние месяцы. Смена клетчатых одеял. Инфаркт миокарда. Перестрелки с правоохранителями. Аккуратно! Задержание прямо в парламенте и доллары в банках. Стеклянные. Вот так, с лопатой и в огород, но не за картошкой, а за деньгами. Личное поле чудес судьи Чауса, прям как в сказке, а Буратино отгремело на всю страну. Но, как оказалось, найти банку с долларами не самое сложное. Довести неприкосновенного до суда. Вот, настоящее испытание для правоохранителей, чтобы потом не сотрясать воздух в той же банке. Пересидеть за границей или пересидеть в Украине? Вот главный вопрос. Большинство власти мущих выбирает побег. Это, говорят юристы, самый простой, но действенный метод скрыться от правосудия, тем более, что не останавливает никто. Потому что они не дотоверкальны. Чтобы дать особе втекти, нужно за особой стежить. Нужны ухвалы сходящих судей, которых мы не можем взяти, потому что это народные депутаты. Изворотливости неприкосновенных можно только позавидовать. Это вопрос даже не какого-то партийного, вычетия солидарности, а банальный страх наступным будет этот же депутат. Его называют главным фигурантом газового дела. Я никуда не скрываюсь. Я хочу открытый процесс, чтобы это был суд. Нардеп Александр Онищенко обещал дождаться суда в Украине. Но как только в парламенте решили снять с него неприкосновенность и разрешить арест, след избранника простыл. С Александром Онищенко я не спілкувался, но я впевнен в том, что прийдет час и он повернется. Теперь Онищенко то ли в Лондоне, то ли где-то еще передает привет и в Фейсбуке. А на родине за него говорят адвокаты. И так уже год. Существенно политично. Фактически высыпают из этого рынка одного из вагомых гравцов. Початал процедура заложенного засуджения. Мы по Онищенко справа закинчили еще в лютому 2017-го и только до червня фактически до начала червня сторона захиста ознайомлялся с материалами своей справа. Вы вчиняете диск на суд. Его следы затерялись в Молдове. Судья Баночник так прозвали служителя Фемиды одного из столичных судов, которого подозревают во взяточничестве. Все потому, что Николай Чаус хранил деньги как консервацию в банках. В кабинете судей Чауса сейчас я вам подскажу пресс-секретарь. Спустя почти год в суде, где работал Чаус, разве что его расписание исчезло. Таблички и кабинет не тронуты. Зачинено? А кто зачинил? Не знаю. То ли ждут возвращения, то ли попрощаться с прошлым не поднимается рука, но в приемной у судей кипит работа. А чего табличку не закрываете? Сам Николай Чаус живет на съемной квартире в Кишиневе под домашним арестом. Сейчас его вступу на украинскую землю до направления облигнутого суду прийдет максимум 2-3 недели. С журналистами не общается, но на этой неделе завел страничку в соцсети и написал жив-здоров. И пока в Украине ждут его экстрадиции, Чаус надеется получить политическое убежище. Главный фискал страны Роман Насиров выбрал более сложный способ защищаться. Нанял армию адвокатов. Передача дело в суд откладывается. Отстань за последнюю экспертизу, которая обещала нам эксперты, что он завершится минулого тижня. На жаль уже сегодня некий день, еще немае. Сам Насиров пеняет на здоровье, мол, нуждается в заграничном лечении, якобы помогает следствию в другом, не менее громком деле, налоговиков времен Януковича. Возможно, это сделка с правоохранителями, о которой сейчас не желают говорить ни защитники, не обвинители. Но в любом случае, это еще один способ избежать суда. Очень часто идет сумма от суммы обвинувачения. Так, в формате 10-15% от этой суммы вполне может фигуровать в переговорах, в пошуке возможностей решения. Никакой купюры у меня нет. Они не были помечены, не было ничего. Видео, где нардеп Масийчук, якобы требует взятку, крутили прямо в парламенте. История почти двухлетней давности. С избранника и неприкосновенно снимали, и даже арестовывали. Но он снова в раде. Проблема в якости доказовой базы. Почему было так пафосно подано прокуратуру справу, которую они не могли выиграть? Для меня вопрос. В суде Масийчук доказал, процедура о снятии иммунитета была нарушена. В Генпрокуратуре отступили, но обещают осенью к нардепу снова появятся вопросы. Битва неприкосновенных и правоохранителей продолжается. Возможно, эта игра, каждый ход который участникам известен наперед. И просто публике надо что-то показать. А возможно, бороться с неприкосновенными действительно непросто. Ведь покидать эту касту власть имущие всегда отказываются. Елена Зурина, Наталья Неделька и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер. И еще один персонаж вроде бы уже давно покинул касту неподвластных закону, да из Украины тоже давно уехал, но вот его сомнительные схемы действовали до сих пор. Так, по крайней мере, заявляют правоохранители. Больше сотни обысков одновременно провели в помещениях, которые принадлежат эксглаве Минздоха Александру Клименко. В том числе и в одном из самых больших офисных центров Киева Гулливере. Клименко принадлежат несколько этажей в этой офисной башне и на одном из них расположена редакция медиахолдинга Вести, которым владеет экс-министр. Обыски в Гулливере напоминали полномасштабную военную операцию с людьми в камуфляже и бронетехникой, остановившие движения на соседних улицах. Главный военный прокурор Анатолий Матиос, который стал основным спикером по этой теме сегодня, заявил, что правоохранители обнаружили даже секретный офис с документацией компании Клименко. Матиос в 12 млрд долларов. Протягом 2011-2013 года экс-министр доходов и сборов Клименко создал ряд офшоров на британских и биргинских островах Кипре Лихтенштейне, властником, кинцевым властником которых был отец Клименко. С 2011-2014 по сечень 2014-го вкрадение в державе в сумме более 788 млрд долларов. Это почти миллиард долларов когда была активна фаза революции гидности. Были перерахованы офшорными компаниями Клименко, про которые я сказал выше, на рахунки группы компаний Unison. Unison – это материнская компания семьи Клименко, его брата Антона, а также отец и самого Клименко. На рахунки компаний группы Unison медиахолдингу ВЕСТИ и двух компаний с управлением активами владельцами которых была родина Клименко и которые обслуговывали полностью семью Януковича. Продолжим обсуждение Напомню на студии Алексей Гончаренко замглавы фракции Блок Петра Порошенко Алена Шкрум представительница Батьковщины и Александр Мартыненко гендиректор агентства Интерфакс Украина Александр, снова начну с вас Как вы оцениваете вот такие вот масштабные обыски которые похожи больше на военные операции? Недавно налоговиков вот так же брали там чуть ли не с вертолетами летали по всем областям Украины Возможно вам не сказать со странным что демонстрируются масштабные показательные аресты но не демонстрируются показательные и эффектные приговоры Ну надо отметить что когда дать должное и будем честными приговоры быстрыми быть не могут это правда Дело в том что все вот эти истории с конвертационными центрами с налоговыми ямами надо четко понимать что делали занимались этим не дилетанты а профессионалы поэтому конечно я прекрасно понимаю что довести до суда безукоризненно довести до суда такие дела очень сложно хозяйственные но что касается танков и БТР которые там едут забирать но знаете все таки мы живем в мире пиара тоже сейчас многие так живут и эти люди тоже они прекрасно понимают что картинку народ заполнит если бы просто сидел человек и читал на бумажке что вот там столько-то денег найдено это одно дело а когда за деньгами приезжают на БТР это совершенно другое это впечатляет но я вас понимаю прекрасно действительно всем хочется видеть конец то есть посидящих людей но сидящего Клименко мы не увидим по техническим причинам я хотел спросить вы верите Клименко не в России но хотя бы может его подельники сядут оставшиеся да вы понимаете я не совсем понимаю ну хорошо сядут какие-то подельники которые оставили которых оставили тут там на хозяйстве например да какие-нибудь там условно там мелкие сошки я не совсем понимаю народу-то от этого что людям конечно важно чтобы вернулись деньги это первое и второе самое главное чтобы они почувствовали люди почувствовали что вот вернулись деньги и жизнь стала немножко и пенсия например повысилась или субсидий стало больше совершенно верно понятно Алена вот смотрите Александра говорит о том что общество все-таки ждет этих приговоров только что мы с вами внимательно смотрели сюжет все эти фамилии Масейчук недоведенное дело до суда и понятно люди уже думают что это все рассыпается просто Анищенко да то уже сколько несколько месяцев никаких подвижек в этом ничего нет Вы верите в то что хотя бы один приговор мы услышим тот же Розенблат давайте возьмем ведет себя абсолютно уверенно Поляков даже сегодня не явился антикоррупционером отмазался справочкой из больницы Ну насправді я не вважаю что Розенблат себя поводить абсолютно впевненно я думаю что впервые мы побачили когда шесть депутатов пытались сняти доторканность мы побачили что под впливом вулицы под впливом тиска под впливом журналістов громадянского суспільства депутаты погано там кто-то не хочет но голосуют все-таки не дали они голосов за арешт и за затримание конкретных депутатов Розенблату и Полякову но увидела вся страна то что происходит в Куларах то как Розенблат и Поляков проводят переговоры это абсолютно гневное явление поэтому я верю что людям насправді не только социальная допомога и не только субсидии им нужно увидеть хотя бы несколько справ довести до суду это вот эта моральная история которую нужно почувствовать после революции что мы проводим вы абсолютно правы Алексей а у меня вопрос совершенно из другой оперы у вас впереди полтора месяца как это правильно назвать отпуска отдыха я сегодня голосовал за то чтобы не закрывалась сессия я сегодня голосовал за то чтобы сессия не закрывалась это очень интересное голосование если бы я был депутатом я бы тоже выходил с такой инициативой чтобы избиратель это запомнил ну вы знаете я с такой инициативой выхожу и голосую а вот радикальная партия Олега Лешка которая у нас самые борцы вообще за работу и хотят для людей и работает с утра до ночи и с ночи до утра тоже вот они почему-то не проголосовали так все-таки вы идете в отпуск или вы будете заниматься работой закрылась сессия там есть несколько недель работы в комитетах реально никакой работы до начала сентября не будет но я вам могу привести пример я сегодня читал что ваш коллега кстати по блоку Петра Порошенко Сергей Рудок создает какое-то движение мажоритарщиков предлагает им объединяться уже 15 человек согласилось ездить по регионам изучать проблемы вы можете к ним присоединиться например или хочется все-таки на море мне хочется домой в Одессу и у меня там есть что делать я занимаюсь проблемами Одессы постоянно и поэтому когда я выезжаю домой мне удобно у меня и море есть и одесский оперный и работа моя я сам долго жил в Одессе поэтому я вас в этом плане понимаю спасибо Алексей Гончаренко Алена Шкрум Александр Мартыник у нас были гостями подробности недели мы с вами продолжаем вот о чем будем говорить дальше в нашей программе Пенсии по осени посчитают с чем несколько сотен депутатов оставили миллионы пожилых украинцев пролетели как фанера над Киевом кто помешал крупнейшей лоукост компании возить нас в Европу по доступным ценам как прогнать инвесторов почему в стране процветает бизнес рейдерство и сколько денег готовы вложить иностранцы в страну побеждающего криминала громом среди ясного неба на этой неделе для украинцев стала следующая новость самый крупный лоукост Европы Райнер пролетает мимо Украины все потому что ирландская компания не смогла договориться с аэропортом Борисполь хотя до этого Райнер заключил контракт со львовским аэропортом в Борисполе уверяют перевозчик выдвинул ряд финансово невозможных требований а заявление о разрыве договоренности ничто иное как шантаж ирландцы парируют мол Борисполь закрывает небо из-за тайного сговора больше о прерванном полете лоукостера смотрите в нашей справке в Лондон за 30 евро а в Берлин или Стокгольм за 20 десятки дешевых рейсов каждую неделю в европейские города и почти все они пока пролетают мимо украинцев ирландский лоукост Райнер заявил он не будет заходить на украинский рынок ведь переговоры с аэропортом Борисполь уж слишком туманны прежде всего у нас есть целый ряд вопросов именно его в Райнер назвали причиной срыва договоренностей директора аэропорта Борисполь не устраивают условия которые выдвинула компания мол лоукост для бюджета сплошной урон среди требований авиакомпании бесплатные места под офисы и рекламные площади в аэропорту и бесплатная земля под строительство собственной гостиницы кроме того ирландцы предложили целый ряд пассажирских поборов заменить на единый в 7,5 долларов наша зона рисков составляет приблизительно 2 миллиарда гривен недополученных доходов Райнер крупнейшая лоукост компания в Европе она сотрудничает с почти 30 странами выгодно это показалось и львовскому аэропорту с которым у ирландцев никаких разногласий именно поэтому в конфликте компании с Борисполем увидели тень сговора мол к срыву контракта причастна компания МАУ там все отрицают компания МАУ официально заявляет что не является участником переговоров между двумя субъектами хозяйствования аэропортом Борисполь и Райнер а поэтому не имеет никакой возможности влиять на ход этих переговоров скандал разгорелся нешуточный министр инфраструктуры даже увольнением директору Борисполя угрожал а премьер заявил Райнеру в Украине все-таки быть мы договорились что Министерство инфраструктуры репорт Борисполь спильно с офисом развития инвестиций залучения и сопровождения инвестиций инвестиционный офис урядовый заниматься по-перше процесом отновления переговоров аудиту переговорного процесса который был проведен и так же мы обратились до Национального антикорупционного бюро и антимонопольного комитета я думаю что было бы доцельно чтобы выйти в процессе переговоров и с пропозицией чтобы они залишились працювать в Львове это очень важно потому что Львов полностью забезпечил все необходимые умовы співпрацей и уже в четверг директор Борисполя стал менее категоричным на своей странице в фейсбуке написал готов приветствовать лоукосты в Украине и возобновляет переговоры с Райнером в формате на троих авиакомпания Борисполь и Министерство кстати небольшой момент специально для тех кто говорит будто все эта тема не слишком-то и важна простая статистика только за месяц работы безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза более 100 тысяч украинцев уже воспользовались безвизом это вдобавок к тем кто ездит еще по старинке с действующими визами так что аудитория у таких вот новостей о лоукостерах и попытках отдельных украинских чиновников держать небо Украины все еще закрытым поверьте огромное так зайдет ли в конце концов эта кампания в Украину и почему Борисполь так сопротивлялся темы для разговора с Владимиром Амелианом министром инфраструктуры и как раз тем человеком со ссылкой на которого и распространялось большинство новостей о заходе лоукостеров в Украину я ничего не преувеличил правда Владимир? спасибо что пришли так если коротко давайте что произошло на самом деле почему аэропорт Львова согласен на Раянов а Борисполь нет? давайте я начну спочатку просто объясню что такое Ryanair Ryanair это не только дешевые квитки для украинцев чтобы они могли подорожать за 10, 20, 30 евро в любое место Европы это на самом деле и приваба для иноземных туристов приезжать в Украину за такую же дешевую цену оставить свои деньги тут это наверное я не заберу если это самый популярный это номер один лоукост Европы это наибольшая компания которая развивается это наибольшая компания которая генерует наибольший прибуток и перевозит уже 120 млн пассажиров по всей Европе и 200 млн пассажиров в планах то есть это брендовая речь для Украины которая показывает что Украина нормальная европейская государь и все то что работает на Заходе может эффективно работать в нашей стране это знаковая речь что произошло? произошло очень простая речь компания международной линей Украины безусловно она имеет серьезные застороги что до появления серьезного конкурента на рынке включая все возможные важные как мы их не запевнили что лучше співпраця а не боротьба включая важные по блокированию захода Райнер в Украине есть удивная позиция аэропорта Бориспиль для меня у нас скажем было тоже в определенном мере открытием потому что государственное предприятие должно быть осторожнее государственных интересов тут мы имели позицию что лучше Райнер не будет вообще Владимир, но возможно Бориспиль все таки и не так не прав все таки многие аналитики пишут что именно вот такой метод шантаж угроз и жестких переговоров это и есть стиль компании Райнер что они вот такими вот отказами частыми от переговоров затем возобновлениями ведь сейчас пошла новость о возобновлении переговоров снова таким образом подталкивают сторону переговорщиков к более выгодным для себя условиям возможно и в них кроется это вы знаете, тут много моментов но ключевое, что сегодня мы имеем единую позицию президента Украины, премьер-министра Украины Министерства инфраструктуры и аэропорта Бориспиль что мы восстановим переговоры и они должны быть успешно завершены тут же нет никаких дискуссий что до позиции компании Райнер она безумно будет бизнес-ориентирована и безумно будет использовать любые важные в переговорах но это тоже нормально, это не благодейный фонд и для нас важно найти ту формулу которая будет отвечать интересам Украины и интересам авиакомпании для того, чтобы это было пледно спорваться на долгие годы вы говорили, что вынести на заседание на кабин представление об отставке гендиректора Борисполя он вам ответ отвечает, что достаточно вашего решения насправді, мы пока что сняли это вопрос в порядке деньного нам важно завершить переговоры премьер-министр доручил пану Рябикину это сделать и я уверен, что пан Рябикин имеет шанс стать героем Украины хорошо, спрогнозировать если возобновятся переговоры, ваш прогноз когда райаны могут появиться в Украине насправді, с моей оценкой ситуации для завершения переговоров нам необходимо несколько недель, это максимум насколько они будут готовы быстро я сподіваюсь, что это будет в этом году и я бы очень хотел, чтобы это было анонсовано в вересне, начаток полетов с Львова и Киева другой ваш анонс, вы говорили, что в Украине может скоро заработать национальный лоукостер когда это вас ждать, и что это за компания может быть насколько мощная насправді, мы жодного слова не говорили, что самая компания Райанер заходит в Украину пока они сами не вышли на пресс-конференцию когда это было их решение, что они выходят так само мы очень обережны, что до любых комментований ситуации с украинским лоукостом он будет, это будет приватная компания которая будет сосредоточиться не только на внешних перевезениях, но и на внутренних для всех украинцев, с региональных аэропортов поеднать захист-схид-певниш-підиня Украины Владимир, знаете, вообще если наблюдать за вашей активностью вот складывается впечатление, что вам постоянно кто-то мешает вот только что директор Борисполя сломал ваши планы по заходу лоукостера у вас давний конфликт с Болчуном это глава Укрзалезницы вам не кажется, что вы как министр инфраструктуры контролируете не всю инфраструктуру? вы знаете, это нормальная ситуация, когда ты хочешь изменить страну я хочу видеть новую Украину и я знаю, как это сделать на жаль, это не всем понравится много кто бы хотел оставить справы так, как они были просто поменять фасад, а дальше, чтобы работали старые механизмы это дорога до занепаду это дорога до, фактически, руйнувания страны я этого не допущу и буду до последнего патрона бороться хорошо, но если говорить о вашем противостоянии с Болчуном он хотя бы читался о своей деятельности вы анонсировали его увольнение, но он до сих пор на своем посту до сих пор нет, я верю, что ближчим временем он так и будет за результатами света он однозначно должен быть извольнен из своей посады если без криминальных справ, то слава Богу для него но то, что происходит сейчас на Украинске он не вписывается в никакие рамки реформы про которую мы даже не можем говорить спасибо вам за этот разговор, Владимир пообещайте только, что сделайте еще больше усилий, чтобы все мы, украинцы могли летать в Европу действительно по низким ценам за 20-30 евро Владимир Амирян, министр инфраструктуры был гостем подробностей недели ну а вот с чем разобраться еще сложнее чем даже с украинской инфраструктурой так это с пенсионной системой по состоянию на сегодня, она в нашей стране фактически банкрот Кабмин уже давно пытается провести через парламент пенсионную реформу, которая призвана исправить такую ситуацию, но пенсиями депутаты смогли заняться только на этой неделе да и то вот так вскользь проголосовали за правительственный проект в первом чтении и так, чего ждать украинцам от пенсионной реформы сейчас в стране действует солидарная пенсионная система это когда все работающие платят страховые взносы, которые идут на выплаты пенсионерам но есть проблемы, денег не хватает ведь многие трудятся неофициально, зарплаты получают в конвертах да и количество работающих каждый год сокращается а вот пенсионеров наоборот становится все больше результат дефицит в пенсионном фонде только в этом году в 142 миллиарда гривен как будут латать эту финансовую дыру и чего ждать от реформы? первый момент пенсионный возраст его вроде и не поднимают, но при этом увеличивают страховой стаж постепенно с 15 лет до 35 если стаж меньше 25 лет работать придется дольше до 63 а тем у кого он меньше 15 на заслуженный отдых раньше 65 рассчитывать не стоит либо придется платить недостающий стаж можно будет купить те же кто не работал вообще могут рассчитывать только на социальную пенсию второй момент размер выплат их обещают осовременить и проиндексировать осовременить значит поднять ведь пенсия будет зависеть от зарплаты, стажей, размера средней зарплаты в стране проиндексировать значит повысить на уровень инфляции перспектива вроде радужная но при этом снижается показатель оценки одного года страхового стажа на треть процента а ведь именно этот показатель используют при расчете пенсии третий момент спецпенсии для госслужащих, прокуроров и судей должны отменить исключение военные также собираются отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для учителей, врачей и социальных работников а вот работающие пенсионеры уже с осени не будут платить 15 процентный налог но пока все эти изменения лишь проект окончательно принять пенсионную реформу депутаты должны осенью а до того времени некоторые положения могут измениться пенсионная реформа вместе с выполнением других обязательств Украины перед МВФ на этой неделе обсуждалась и на встрече министра финансов Украины Александра Данилюка с директором фонда Кристин Лагард министр выразил уверенность в том, что уже в ближайшее время пенсионную реформу депутаты утвердят и подчеркнул, что все спорные вопросы уже решены и все стороны, вовлеченные в процесс принятия реформы предложенные изменения поддерживают действительно ли все так безоблачно с пенсионной реформой обсудим с Оксаной Маркаровой первым замом министра финансов Украины она сегодня гость подробности недели из-за этого вам Оксана спасибо большое депутаты, скажите, приняли пока только за основу парламентский вариант, правительственный вариант пенсионной реформы Кабмин устраивает сроки выполнения этой реформы или нет? ну, конечно, термины у нас теперь достаточно стыслые выходят мы хотели бы принять ее в целом однако вдячны, что 282 депутата проголосовали за основу я напоминаю, что еще полрока тому много кто сказал, что это вообще не возможно ну да, хватались за сердце помните, какие были жаркие баталии даже у нас на ток-шоу дедлайн какой-то есть по пенсионной реформе? что я имею в виду? миллионам пенсионеров уже пообещали повышение пенсии с 1 октября так, и мы впевнены есть риск, что этого не произойдет? не, я впевнена, что нам вдастся до середины вересня проголосовать все-таки закон в целом он действительно опрацованный достаточно грунтовно поэтому до середины вересня мы, я сподіваюсь, его проголосуем и с 1 жовтня мы запустим как реформу, так и подвищение пенсии ну Оксана, вы знаете, это нужно быть таким большим оптимистом чтобы поверить, что наши депутаты придя на новую сессию сразу так вот подумают о народе и прислушаются к правительству проголосуют во втором чтении они займутся, как всегда, утряской, усушкой, договоренностями ну посмотрим, посмотрим но, если депутаты все будет хорошо все-таки проголосуют за пенсионную реформу давайте прогнозы, давайте цифры сколько будут получать украинские пенсионеры уже к Новому году? значит, это подвищение, которое будет с 1 жовтня оно, на самом деле, действительно торкнется практически 9 миллионов пенсионеров и, если говорить про среднюю пенсию то средняя пенсия увеличится до 2300 однако, я думаю, что глядачам интересна не средняя, а их конкретные пенсии поэтому, скажем так, близко, найменше, близко миллиона людей отримают плюс 200 гривен ну здесь это случай, когда можно грузить цифрами да, миллион двести отримают от 200 до 50 это добавка до пенсии будет еще 2 миллиона отримают от 500 до 1000 и трошки больше 1 миллиона отримают больше, чем 1 тысяча доплаты то есть это будет достаточно существенное подвищение пенсии раньше говорили о том, что Рева, в частности, говорил министр соцполитики, что повышение будет неоднократным а дальше будут повышения какие сроки между этими повышениями? раз в три месяца, раз в полгода и на какие суммы? вот, смотрите, это ключевое отминание реформы что, кроме осуществления пенсии, которую мы проводим с 1 жовтня реформа закладывает также постоянную индексацию щоречно, в зависимости от инфляции в зависимости от средней зарплаты поэтому не под выборы, не захотели, не захотели запускается автоматичный механизм постоянного перерахунка пенсии следующий вопрос, как изменится жизнь в какую сторону еще одной группы социально незасвященных украинцев мне очень много пишут наших телезрителей вот я хочу выполнить одну просьбу мне вчера буквально написал один наш зритель со второй группой инвалидности пожизненность детства человек не может разобраться изменится ли его пенсия сейчас он получает, пишет, 1342 гривны конечно, хочется отдельно переломать руки тем, кто ему такую пенсию назначил но все-таки, после пенсионной реформы эта цифра изменится? безумовно цей информации недостаточно, чтобы сказать точную цифру однако, все наши граждане, которые получают пенсию по инвалидности мы также предпочиваем перерахунок ну примерно, это существенное будет повышение? или не очень? ну, я сподеваю, что это будет среднее, среднее подвышение что это не минимальное будет подвышение из тех, которые я назвала ну, не готова сейчас сказать точную цифру хорошо, ну, тогда, наверное, мы ответим на этот вопрос в следующих сюжетах в подробности, скорее всего что будет с дефицитом пенсионного фонда? сейчас называется страшная сумма 140 миллиардов гривен, если не больше возможно, последние расчеты показывают еще больше а за какой срок этот дефицит может будет существенно сократить? значит, смотрите, если бы мы не сделали реформу то в следующем году эта цифра взросла бы еще на 30 миллиардов поэтому она была бы еще страшнейшой реформа позволит нам в следующие три года остановиться на 140 миллиардов то есть мы не будем увеличивать а все, что реформа нам даст, будет отправлено от увеличения пенсий а за 7 лет мы выйдем полностью в сбалансованный пенсийный фонд ну, смотрите, Оксана, пока все, что вы рассказываете в принципе, я думаю, пенсионерам, которые нас смотрят должно понравиться все-таки лишние деньги для них, понятное дело лишними никогда не будут они сейчас на грани выживания давайте, как это может напугать работающих людей за счет кого и наполняется на сегодняшний день да, пенсионный фонд будем ли мы работать больше по итогу? и будет ли сейчас бизнес платить больше? нет, мы не будем поднимать ни ставку ЕСВ, бизнесу не нужно абсолютно лякаться действительно, наша пенсийная реформа в первую очередь спрямована на человеку, которая работает тот, кто работает, тот, кто делает много внесок тот должен потом получать достойную пенсию теперь, что для работающих ну, на самом деле, у нас работает много людей наша проблема не в том, что у нас люди не работают а проблема в том, что у нас легальная зайнятность не така велика и мы это увидели, когда увеличили зарплату до 3200 на самом деле, не то чтобы увеличили а мы легальную часть зарплаты увеличили мы видим, что занятность не падает мы видим, что бизнесы не закрываются количество компаний не уменьшается однако люди получают действительно больше денег и пенсионный фонд получает больше внесок оксана, спасибо вам огромное спасибо еще говорю потому, что очень сложно найти в нашей стране чиновников, которые готовы приходить и отвечать за свою работу вы это делаете регулярно спасибо вам большое за наша работа замминистра финансов Украины отвечала на мои вопросы это подробности недели мы продолжим после короткой рекламы замерзшее следствие почему после года расследования гибели Павла Шеремета те, кто называл это делом своей чести сейчас молчат как прогнать инвесторов почему в стране процветает бизнес-рейдерство и сколько денег готовы вложить иностранцы в страну побеждающего криминала цена человеческой жизни почему больные тяжелыми формами онкологических заболеваний вынуждены сами бороться за свое выживание вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом мы возвращаемся в прямой эфир это расследование пафосно называли делом чести но именно оно может стать делом бесчестия для Украины год назад в центре Киева убили журналиста Павла Шеремета тогда кадры со взорванной машиной облетели весь мир а правоохранители всех рангов обещали убийство раскроют быстро но вот прошел уже год а результатов ноль важные доказательства упущены а существенные улики следствию подбрасывают журналисты что происходит с делом Павла Шеремета и есть ли перспективы поставить в нем точку спрашивала наша Инна Томина я приветствую вас братья и сестры из Киева с неизменной улыбкой он шутил всегда и сразу располагал к себе людей для кого-то Павел Григорьевич для кого-то просто Паша но для всех безусловный авторитет журналист Павел Шеремет слава Украине героям слава вначале он бежал от режима из Белоруссии в Россию а уже оттуда в Украину удачи вам в борьбе за свободу российского народа мы с вами он вообще издевает вот уехал в Киев а теперь издевается всего вам доброго здесь можно шутить российский оппозиционер Борис Немцов и Павел Шеремет были хорошими друзьями они называли друг друга Павлуша и Борис Ефимович Шеремет пережил Немцова чуть больше чем на год их обоих убили дерзко и показательно Немцова в самом центре Москвы а Шеремета в Киеве на этой неделе в деле российского оппозиционера поставили точку и огласили приговор назначенным убийцам в деле Шеремета прогресса нет спустя год после убийства до сих пор нет установленных подозреваемых арестованных нет возбужденных уголовных дел справедливость не восстановлена машину с Шереметом взорвали утром 20 июля вот тут на пересечении улиц Хмельницкого и Франко журналист спешил на радиоэфир но в автомобиле сработала самодельная бомба цей злочин вчиненный не просто профессионалами а людьми які мают досвид спецоперации сразу же после убийства и правоохранители всех рангов и вип-чиновники обещали расследование будет быстрым и качественным мол это дело приоритетное если какая-то версия будет я уверена что версия будет потому что это очень важно дело чести для полиции Украины делом чести расследование убийства Павла Шеремета назовут еще не раз как и многое другие преступления без наказания Майдан дело чести расстрел в княжичах дело чести котлы дело чести Шеремет дело чести что у нас только не дело чести и ничего не расследовали не расследуют а только обещают спустя год родные и близкие Павла Шеремета слышат все те же заверения они говорят что это самое важное и громкое дело и оно у них на контроле у президента и они конечно все заинтересованы в том чтобы это дело было раскрыто но конкретно о том что происходит они сказать не могут ссылаясь на то что это тайна следствия а следствие вроде как идет на данный момент допросили более трех тысяч человек но подозрение не объявлено никому а эксперты говорят чем дальше тем сложнее расследовать дело ведь драгоценное время упущено не все камеры видеоспостережения были опрацованы как уже показало независимое расследование журналистка а не все свидетели были опытаны а это нужно было делать сразу по горячих следах да и кажется что именно журналисты заинтересованы в расследовании куда больше чем сами правоохранители именно они подбрасывают полиции новые факты и демонстрируют упущенные улики как в фильме расследования следствия инфо цей фильм который был опролюднен на начале травня 2017 он получил больше информации чем официальное расследование и цей фильм он сказал на основные ошибки о расследовании расследование дела Павла Шеремета без сомнения репутационная необходимость для Украины но при этом тщательного расследования нет это констатируют и западные журналисты на днях они прилетали в Киев мы не увидели достаточной политической воли властей страны для расследования этого запутанного и сложного дела а именно должного понимания со стороны тех кто руководит этим процессом что это дело должно быть национальным приоритетом это порождает ощущение безнаказанности что журналистов можно убивать запугивать угрожать им мы должны знать кто убил Павла Шеремета чтобы спасти имидж страны нужно провести независимое международное расследование и привлечь иностранных криминалистов хотя еще прошлым летом глава нацполиции заявляла что с уликами уже работают эксперты ФБР это одна из лучших лабораторий вот именно лабораторий которая изучает доказательства на месте совершения преступления то есть собирает выполняет у них есть лаборатория я уверен что эту взрывчатку они разложили уже до молекул откуда она пришла откуда она приехала кто ее привез каким образом она сюда попала и все остальное опять этих результатов нет может быть этих результатов нет потому что это тайна следствия и вся общественность это завтра узнает что на самом деле произошло может потому что невыгодно чтобы об этих результатах стало известно сейчас основные версии убийства российский след и профессиональная деятельность черемета хотя доказать ни ту ни другую полиции пока не могут сейчас все можно спасать российский след и забыть о этом я очень не хочу чтобы это было в этом случае чтобы это сталося в этом случае я очень хочу конкретных людей а не то что в какой-то момент выйдет официальное следствие и скажет это российский след а дальше мы ничего расследовать не можем уже на следующей отчитаться о результатах следствия весьма показательное интервью громадскому дала дочь Павла Шеремета Елизавета она назвала отчеты которые правоохранители делают по этой теме несодержательными мол полиция просто сообщает сколько сил уже потрачено на расследование но никаких существенных фактов при этом не называют возмущает Елизавету Шеремет и то какие комментарии по расследованию убийства ее отца давал министр внутренних дел то есть человек который как раз и отвечает за то чтобы правду все-таки установили Арсен Аваков заявил что это преступление попало в те 7% убийств которые полиция раскрыть не может обсудим все это с гостями подробностей недели Анна Малер один из лучших в Украине юристов-криминологов здравствуйте Анна спасибо что пришли Дмитрий Добродомов секретарь антикоррупционного комитета Верховной Рады здравствуйте Дмитрий давайте Дмитрий с вас и начнем как вы оцениваете год который полиция потратила на расследование убийства Павла Шеремета Найкращую оцинку дали наші західні партнери которые приезжали и изучали эту справу про то что справа насправді заморожена и не расследуется это зрозумило что журналісти сделали больше чем правоохранители даже вбив сяких уже видно на камере до сих пор не объяснено кто это святки дейсно и святки коллеги по работе говорят про то что не было никаких ретельных допитов даже такие элементарные вещи которые бы не могли заважать в таком резонансном в таком принципу справа честя так как говорят правоохранители то в принципе это вырук в целом этой следственной системе МВС которая на сегодняшний день есть и эта потуха сказать что это входит в 7% и мы не можем доказательства какие-то улики намного эффективнее чем полицейские чего не хватает полицейским возможно просто желание работать или опыта то в принципе премьерс расследование независимых журналистов показало на тихи вады которые были допущены следствам и насамперед был втрачен час потому что такого рода убийства расследуется несколько первых дней потом на жаль доказы физично сникают потому что така их властивость а кроме того злочин организованный профессионалами они зачищают свои следы если они еще и остались потому что профессионалы рассчитывают на то что их будут шукать и они заздалегись плануют злочин так чтобы его не можно было раскрыть я перепрошу там очень важный момент не з'ясовано кто каким чином певно відео стер все таки скамер відео которые дали возможность это по-перше мы должны понимать что это не побудовое убийство где мы нашли законавца и раскрыли злочин нам постоянно делают акцент на том что есть видео про тех людей которые подкладывали вибуховку но это просто чистки в чужой гре это обычные законавцы которых возможно нет живых а с великой вероятностью они еще в первый день покинули территорию Украины и это тогда в первый день нужно было это делать перехопливать шукать их а мы в первые дни видят информацию возможно халатности в работе вы со своим опытом как считаете это преступление будет раскрыто имена заказчиков самое главное будут когда либо названы каждый день нас отдаляя от истины и максимум на что мы можем рассчитывать это найдение або выполненных або следов уже померлых выполненных и я на жаль змушена говорить что наше следствие не выйдет на замовников и на организаторов этого убивства Дмитрий за последнее время в Украине было совершено очень много громких убийств порой даже ритуальных как было с Вороненковым депутатом Госдумы бывшим депутатом Госдумы до этого был убит глава Укрспирта недавний взрыв в Соломенском районе где погиб полковник как вам кажется не слишком ли много уже накопилось дел которые не раскрываются судя по всему и почему это происходит мы говорим лишь о не резонансности для общества просто буквально вчера например в Виннице нашего керевника областной организации народного контроля жестоко побили битым и он сейчас в лекарне я сгадал биты потому что рік тому на Тернопольщине нашего депутата Кременецкой райради Виталия Ващенко было битами забито до смерти и до смерти забывают до смерти, или даже не до смерти, спасибо Богу, что человек выжил с тяжелыми травмами, битами уже, то у меня тогда подходит вопрос, а на что мы вчера в парламенте додатково выделили полиции полтора миллиарда гривен только на зарплату? Не говорите уже про то, что почти миллиард на техническое и материальное обеспечение. Для того, чтобы вы понимали, что сейчас в службе внешней разведки, в стране, какая война, всего-навсего 110 миллионов. А вот продолжите отвечать на этот вопрос вы немного позже. Сейчас мы прервемся, потому что я хотел напомнить, что, кстати, как раз вот в июле исполняется два года новой полиции. Тогда в 2015, вспомните, ее запускали очень пафосно. Стройные ряды молодых копов, модельной внешности, тогда же началась их успешная селфи-карьера. Но вот карьера правоохранительная оказалась далеко не такой удачной. Резонансные скандалы, разбитые патрульные приусы, рост количества преступлений, аварий и низкая раскрываемость. Все это из-за низкой профессиональной квалификации молодых полицейских. И на этом фоне в Украине теперь появится еще и новое подразделение, тактическая полиция. Ее задачей будет борьба с уличной преступностью, которая, к слову, за последние несколько лет увеличилась в разы. Украина – зона, где не работает закон. Это все чаще про нашу страну говорят иностранцы, а особенно те, кто приезжает сюда строить бизнес. Многие не выдерживают суровых реалий, ведь работать приходится у нас за пределами правового поля. Их бизнес пытаются отжать при молчаливом согласии правоохранителей. Про особенности национального предпринимательства глазами европейцев Руслан Смещук собрал несколько очень интересных историй. Тысячелетний Глухов – райцентр в Сумской области. Когда-то тут жил богатый род сахарозаводчиков, меценатов Терещенко. В Глухове до сих пор стоит здание, построенное ими. После революции 1917 года семья эмигрировала во Францию. Спустя почти 100 лет, в 2003-м, потомок рода Мишель Терещенко возвращается в Украину. Пытается возродить льняную и конопляную текстильную промышленность. Получает украинское гражданство и становится мэром. Несколько дней назад урожай льна и конопли загадочно сгорает. Изничнение война шляхом подпалу. Сам Мишель Терещенко обвиняет своих предшественников. Мол, не дают развивать традиционный украинский промысел. Против меня мужчин, я от этого не гудель так говорить, но очень сильное давление, давление тиска. Они недавно снищили автивку члена виконкома. Они подали на юрист меня. Физически он был в воспитании, и ребра резали. Они сжигали, да, они сжигали склад, где был товар для моего завода. Но есть случаи, угрожают постоянно. И мы ничего не можем делать, потому что правоагранитарные органы защищают этот бонд. В Глухове про мэра на камеру говорят неохотно. За кадром рассказывают. Француз, хоть и с украинским паспортом, попросту оказался не готов к украинским реалиям. А недавно женился, и теперь в городке он редкий гость. Три месяца назад отгружился на Киевлянке, и теперь он вообще-то пропиарився, отгружился, сказал, что я в Киеве буду езжать, я теперь буду заниматься делами жены. И тут и он почти, практически сейчас. Поселок Шаба. Бывшая швейцарская колония в Одесской области. Тут уже больше 10 лет маркиз Кристоф Лакарен пытается выращивать виноград. Виноградник больше крепкий. На бедре пистолет, на шее шарф. Лакарен обходит свои виноградные владения. Лазун выращивает по особой технологии. В окружении сорняков так куст вынужден бороться и пускает корень глубже. Это влияет на вкус вина. Но несколько месяцев назад часть его виноградников уничтожили. Перепахали трактором. Я арендовал на 49 лет и тоже по договору я можно купить. Это как лизинг. Виноградник. Виноградник для старой колкоз Ленина. Это виноградник 2005 году ни один человек хотят занимать. Шабо винзавод когда 2004 году купил колкоз Ленина винзавод и виноградник сказал 150 гектарю стоит я не хочу. Бурьян малокусты на гектарю это не бизнес. Кристоф Лакарен не поладил с местными крестьянами. Именно они после развала колхоза получили паи на эти земли. Позже оформили госакты на участки и стали полноправными хозяевами. Диковинный метод француза их явно не устраивает. Считают мол бурьяном иностранец только губит почву и требует вернуть землю себе. Люди просто посмотрели на то как господин Лакарен ухаживает за этой землей как он ней пользуется и уже начиная буквально с 2008 года люди начали подавать сельхозинспекцию документы о том что вот вы видите что творится с землей в каком состоянии это виноградники это не лес это виноградники конфликт до сих пор на острие уже несколько лет идут судебные тяжбы и конца им не видно село на грани социального взрыва крайне возмущен и маркиз Лакарен и теперь даже не расстается с пистолетом делать бизнес иностранцам в Украине дело рискованное и очень непростое таких энтузиастов единицы но и они сдаются перед суровой украинской реальностью ведь им приходится отвоевывать свою бизнес территорию местных и не надеяться на закон который у нас не работает да что иностранцы даже наши соотечественники зачастую ищут лучшей предпринимательской доли за границей Игорь и Екатерина Левитаны из Донецка когда началась война переехали в Израиль там же начали свой бизнес необычный для тех мест карамельный сразу бизнес не пошел пришлось пойти на ухищрение здесь нет традиционного такого да культуры карамельной поэтому мы сейчас немножко перепрофилировались в сферу развлечений как бы и больше готовим карамель с людьми на мастер-классах делаем дни рождения праздники но в отличие от Украины бизнес правила четко прописаны хотя за место на рынке и нужно побороться борьба эта исключительно в правовом поле Руслан Смещук Вадим Ревун Андрей Анастасов Игорь Михоношин и Сергей Ауслендер подробности недели телеканал Интер продолжаем разговор с Анной Малер одним из лучших украинских юристов криминологов и Дмитрием Добродомовым секретарем парламентского комитета по борьбе с коррупцией Аня слушайте а вот скажите как вы считаете зачем нам понадобился еще один вид новой полиции у нас десятки тысяч патрулируют уже города полицейских крупные города еще и Насгвардия патрулирует у нас станет лучше действительно после ведения еще одного подразделения просто вы должны понимать что есть часть политических технологий которые связаны с тем что человеку нужно довести на висшо ей держава у нас очевидно доводят что держава и для того этой человеке чтобы она ее защищала от злочинности и фактически створюется по-перше подивите сколько в нас антикорупционных органов створили показать для чего нам держава и ничего не работают до суда 180 то уже через два роки в 16-м лишь 114 тысяч то лише третина то есть снижается уровень раскрываемости то лише третина доходят до суду протягом года а что происходит с другими а с другими очевидно глухой кут нема кому работать и эти цифры за два года падение 180 тысяч 114 это какое падение да дмитрий а возможно вот эта тактическая полиция это способ способ тут речь идет просто о деньгах вот сейчас ее создадут осенью потребуют миллиард полтора миллиарда на создание нового подразделения на зарплаты на обустройство я еще раз скажу полиции треба платить я сам автор правки закон про полицию как бы визначали им выше на много зарплаты неужели до этого так ну так смотрите у них колоссальные бюджеты а простые полицейские получают 8-10 тысяч гривен так но раньше он отримал 2-3 это в тот момент когда ему любой мажор 1000 долларов может предложить полторы тысячи долларов за вождение в пьяном виде а вот это стало проблемой но жаль все частейше и частейше мы бачим випадки это только зафиксированы випадки другими спецслужбами которые занимаются что до выявления там хабарников это мы говорим там про патрульную у меня например на моем окрузе у Львове всех давно был затриман заступ уже переатестованы это все переатестованы полицейские это новая полиция заступник керевника райвределу за хабар это с одного а с другого а с другого эффективность их работы падает то эти цифры что назывались это же насправді очень страшный дзвеночек с чем занимается МВС так и обеспечения охраны нашего життя и здоровья так и злочинцев это их первое завдание полиция это отривная реформа она не пошла дальше там где раскрытие звездки до речи пошли профессионалы до речи за недофинансирование и все решта не понимали каким чином была эта проведена переатестация и все решта 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 пришлось до того что на сегодняшний день немае что министру сказати он начинает говорить про то что те или иное неможливо раскрыть смотрите вот вы говорите она не пошла дальше а многие эксперты сейчас говорят что она пошла назад многие говорят что новая полиция уже успела постареть и многим она напоминает старую милицию схемы крышевания рейдеров имущественные споры за рейдеры еще захлевающие цифры но при этом депутаты наращивают расходы на то чтобы кормить нацполицию вы рассматриваете вообще один вопрос общий для вас повторяю вы рассматриваете схему консервации вот этой системы и возврата полный откат прошлое модели принаймні доставшийся здоровье так само сьогодні боятся люди потрапит до рук полиции потому что они просто могут залишитесь каликом. У нас не було тих міністів, які не готові відповідати за ефективність своєї роботи. Ще я скажу, за ефективність своєї роботи. Ви згадали рейдерство? Ви на це не являєте, що зараз робиться? Міжнародні експерти підрахували, що у нас на сьогоднішній день приблизно, щоб ви розуміли, рейдерство стосувалося майже 4 тисяч підприємств на суму приблизно, це в рік 3 мільярда доларів, а дії загалом близько 50 рейдерських груп, з яких щонайменше 30 – це за сприяння власних правоохоронців. Ось це вже є вирок. Ми перевищили цифри, які були за попереднього режиму. Тут відбувається один риторичний питання, який іноземний інвестор после таких новостей от нас захочет прийти до нас, допомагати нам розвивати економіку і вкладати сюди гроші. А серед них понад 50 підприємств з іноземними інвестиціями. Дякую за участие в програмі. Дмитрий Добродомов, Анна Малер были гостями подробностей недели. Ми з вами продолжаємо. Народний депутат і с недавних пор клиент Национального антикоррупційного бюро Евгений Дейдей сегодня получила сколочное ранение. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. По її інформації, ранение не тяжелое. При этом соратники Дейдея говорят, що йому вже даже операцию успели сделать. Інтересно, що інтернет-пользователи і журналисты восприніли цю новість сразу скептически. Наприклад, Віктор Трегубов навіть не зрозуміл, яким образом Дейдей мог оказатися в зоні боєвих дій, да і зачем, якщо подразделення, к якому він приписан, розміщено навіть не на цій території. Тим більше, що в Верховній Раді був все-таки рабочий день. Але об цьому багато депутатів у нас привыкли все-таки забувати. Ну, а генпрокуратура на цей неделе уделяла увагу не тільки депутатам. Печально известний проект «Стена» снова в центре коррупціонного скандала. На цей раз хищення на 100 млн гривень в інтересах пограничной служби. Показательно, що ці средства розкрадувались при выполненні робот как раз на самих сложних участках территории, прилегающих к зоні АТО і оккупуванному Крыму. В прокуратурі утверджають, що вина должностних лиц пограничной служби доказана. І 25 руководітей госпредприємі можуть потерять должності. Іх відстранили после проверки Укроборонпрома. По факту разворовування бюджетних денег уже открыто більше 40 уголовних производств. Об этом заявив президент Петр Порошенко. Во время визита на Львовский бронетанковий завод. Кстати, сегодня детективы НАБУ і САП задержали директора Львовского бронетанкового завода і його замістителя по обвинению в махинаціях на десятки мільйонів гривень. Впрочем, впечатляє тут навіть не сума, а тот факт, що задержанні організовували схему закупки старих двигателів для танків вместо нових. Причем старих, це я ще мягко сказав, випуск двигателів, які махинатори видавали за нові, прекратився ще четверть віка назад. Эти задержання сьогодні прокомментировав і президент. Як Верховний Головнокомандувач і як президент України, я нікому не дозволю обкрадати армію. І нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних Сил. Український народ віддає останнє, і красти на цьому не дозволено нікому. Це позиція моя, позиція правоохоронних органів, які зараз демонструють рішучі кроки і досягнення в боротьбі з корупцією. І не в последнюю очередь, із-за корупціонерів в оборонці, наші воєнні проігрують противнику в оснащенні. Об цьому говорять самі бойці. Сейчас в АТО відносительне перемирі. Стреляють реже, і кожна із сторон використовує це час для укріплений. Наша воєнкор Ірина Баглай побувала на передовій, її сюжет із фронтових окопів. Такі взриви на Авдівській промзоні не рідкость і во время хлебного перемирі. По мощності напоминають розриви артснарядів. Тільки характерного свиста і шеліста не слухно. Воєнні успокаївають. Це не обстріл. Це противник закапывається поглубже. Використовують і окопні заряди, можливо, і проводять реалізацію невикорисних боєприпасів. А противник використовує данне перемирі для облаштування інженерних позицій, для покращення свого інженерного відношення у тактичному рівні. З западні от Авдівки по ліній соприкосновення боєві вже нарыли кілометрові траншеї, докладує пехотна розвідка. Там капітальні окопи длиною кілометрів два, з отсічними позиціями, совсем прокопані все, ну плюс-мінус по грудь. Вони копаються капітальні і хитріе. Скрыті позиції, стрільба з глибини здань, тяжелі вкопані в туннелях. Інженерні роботи – задача містних боєвіков на передній краї, а вот ближче до країни Донецка сосредоточена тяжелая техника. І не однажды наши воені в песках засекали, як противник оттуда веде огонь по Авдеевке. Во-первых, вони оснащені в рази лучше техніка. Ведуться достаточно трусливі, як воїны, але слаже неї, як армия. Умеют пользоваться погодніми условиями. Бу executed один раз тут погодний град, але тільки погода-град. І вони під цей шумок виїхали, встали і начали крыти Авдеївку. 8 приходів СПГ, 6 приходів минометів 82-го. Это уже свежая сводка с форпоста Авдеевки. Мира хлебное перемирие так и не принесло, разве что калибр уменьшился. Выставим себя вот сейчас, вот сейчас я выйдем вот сюда вот, и это сто процентов, что меня снимет снайпер. Под снайперским огнем всю неделю держат оборону пехотинцы на Дебальцевском направлении. Стрелки противника, говорят в разведке, заезжие, скорее всего, пользуются перемирием. Российские наемники проводят на украинской земле учения по живым мишеням. Недавно застрелили парня во время, когда он копал позиции. То есть это не пулеметчик, это не офицер, это не снайпер. Это просто человек, который находился на земляных работах. То есть так же, как и у них. Единственное, что у них там это работают в большинстве гражданские, те, которые попали под комендантский частот. Это только часто, пока не зайдем за зеленку, поставить побыстрее, чтобы оттуда в любой момент можно ударить пулемет. Подходы к передовым рубежам и во время перемирия постоянно простреливаются. Что уже говорить о попытках пехотинцев укрепить свои позиции. Только замечают движение, мешковели, людей обстреливают то АГСом, то прострелы с пулеметом. Поэтому инженерную технику не заведешь. Каменный грунт приходится ломать вручную. Долбай, долбай. Тяжелое вооружение боевиков тоже на готове. После двухнедельного затишья по позициям армейцев снова ударили танки. Танк работает и в других позициях. Было за тысячи, но до этого два недели, три недели, танк выезжал на другие позиции. Так уж отбывались обстрелы. На мою думку, где-то неделю-два и снова у нас начнется заголочение. А у наших военных приказ не открывать огонь и вся надежда на крепость блиндажей. Опытные бойцы знают, не закопаешься поглубже, не выживешь. Свой второй дом землянки стараются держать в чистоте. А еще верят в силу оберегов. Шутят на войне атеистов нет. Вот талисман наш. А оберег? С дома привезли. Женка вышла, товарищу мою передала. Для Тамира оберег это кукла-мотанка, сделанная детскими руками. С ней прошел не один бой. Маленькая дитина писала, номер телефона был записан. Передзвонили, подяковали, спасибо вам. Сначала испугалась, но потом поняла, что военный. Тебя же под обстрелом был. Ховал. Детские письма, игрушки, иконы, вышитые с любовью родными руками. Флаг Украины, за которую воюют. А у кого-то знаковые находки. Все это армейские обереги. В Зайцево когда были, в пыли нашел. Поднял, блестит. С тех пор со мной. Вот и вожу по всем позициям. Оберегает? Ну покажи, здорово. Надеждой и молитвами живут и мирные люди. На этой неделе боевики ударили по пригороду Донецка, Марьинке. И снова семьям пришлось покинуть свои сожженные дома. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности недели. Телеканал Интер. Война на Донбассе всю неделю была и одной из центральных тем в переговорах президента Украины, европейских лидеров и представителей США. Наверное, в Украине давно не было лета, настолько насыщенного внешнеполитическими встречами и событиями. Политическая неделя началась с визитов в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, генсеков ООН и НАТО. О Донбассе говорили и во второй половине недели на саммите Украина-ЕС, который состоялся в украинской столице. Впрочем, естественно, что только этой темой переговоры не ограничивались. Вот о чем еще говорили, о чем все-таки договорились. Все обсудим с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины. Рад вас приветствовать, Павел. Добрый вечер. О наших внешнеполитических достижениях немного позже. Пока попрошу прокомментировать новость, которая сегодня не на шутку испугала украинцев. Буквально несколько часов назад появилась страшная новость. На египетском курорте Фургаде убили двух украинцев. Еще четверо человек ранены, говорилось в сообщении. Об этом первыми сообщило информагентство Reuters. Мол, неизвестный мужчина приплыл на территорию отеля из общественного пляжа и устроил настоящую резню. Но позже в посольстве Украины в Египте заявили, погибшие не были гражданами Украины. По последней информации, это две гражданки Германии. Среди раненых – Чехи и Армяне. Нападавшего задержали. Сейчас его допрашивают. Павел, прокомментируйте, пожалуйста, что известно на эту минуту. Украинцы все-таки пострадали или нет? За нашими данными, украинцы не постраждали, но несколько часов мы, конечно, занимались именно этой трагической ситуацией. Оскільки действительно погибли люди, я хочу висловить свое впечатление. И родинам погиблим, и всем тем, кто поранен и одужен. Наш консул уже майже в Хургаде. Посол поддерживает очень тесный контакт. И хотя и украинцы не постраждали, но хочу скользиться эфиром. Это действительно очень важно. Я не хочу псевдоподвижения ниже украинской семьи. Я понимаю, мряю про море, про несколько счастливых дней. Но наша безопасность – это наиважливее. По-моему, МИД уже предупреждал украинцев о том, что нежелательно сейчас посещение Египта. Мы действительно это делали, но хочу действительно скользиться эфиром. Дуже важно, оскільки на сегодня, как вы понимаете, в Египте ситуация очень непростая и достаточно напряженная. Поэтому гарантировать безопасность, мы, на жаль, так ситуацию не осенним. Будем надеяться, что украинцы нас сейчас прислушаются к нам и найдут, возможно, другие варианты бюджетного отдыха на море. Помиркуйте промежливые опции. Хорошо, давайте к нашим нестеполитическим достижениям. Если таковые, конечно, были. Что бы вы назвали главными итогами? Давайте начнем с саммита Украина-ЕС. Безусловно, ратификацию Угоди про ассоциацию, безусловно, безвизовый режим, оскільки это и результат саммита. Это автономные торговые преференции для Украины, которые были выданы буквально несколько недель назад. И теперь мы прекрасно понимаем, у нас завершился певный важный этап у отношения с ЕС. Далее мы должны работать на практический и прагматичный результат, выполняющие Угоды про ассоциацию. И не играющись с какими-то морковками, а шукающие возможности выращивать ее самим. И Угода про ассоциацию – это самый способ для того, чтобы идти вперед. Павел, все ли так гладко было на саммите? Многие СМИ расстираживали информацию, я вас попрошу ее сейчас прокомментировать, о том, что были проблемы, связанные все-таки с итоговым заявлением по итогам саммита. Правда, что Нидерланды ни в какую категорически стали в позицию, что упоминание ни о каком перспективе членства Украины в ЕС они не могут допустить? Ну, насправді, прокомментирую дійсно, оскільки дуже багато було мифів. Все дуже просто. Для чего нам еще один поперед, который повторяет то, что уже сказано в Угоде про ассоциацию? Досягнення, они зафиксированы. Я их очень четко назвал. Мы должны идти до заяв саммита, которые фиксируют новые, очень важные договоренности. Повторение того, что есть, для чего это нам? Если мы сейчас погодимся на обычное повторение, я вообще не фалатичным прихильником просто каких-то заяв, которые будут забыть за 15 минут после того, как... Ох, Павел, вы такой дипломат. Нет, нет, тут нема ничего дипломатичного. Ну, для чего нам текст на 3, 4, 5 сторінок, які прочитають тільки експерти? І в якому нема дійсно прорывних речей? Хорошо. Давайте к самым, пожалуй, острым проблемам, которые активно тоже обсуждаются в СМИ. Это квоты для наших производителей установленные. И требования ЕС от наших политиков снять ограничения на экспорт леса Кругляка. Эти вопросы обсуждались в Киеве? Безумовно. Я сказал, что мы получили новые автономные торговые преференции. Это 54 новые позиции. Но давайте скажем честно. Они существенные? Они существенные. Но как мы выбираем квоты? Пшеница 100%. Но как вы думаете, обработана продукция из пшеницы? Аж 3%, даже меньше. Молочные продукты 15, 20, 25%. И, наконец-то, слушайте, мы же не можем вывозить только солнечник и зерновые. Мы должны что-то экспортировать и создавать для украинцев реальные возможности и рабочие места. Будем надеяться, что украинские фермеры почувствуют результаты этого решения нормальный формат. Только фермеры. Все мы вычуваем. И, кстати, то, что мы будем делать в угоде про ассоциацию, это даст нам возможность делать серьезные вещи тут. И в результате европейцы должны купить украинские сосиски, украинское печиво, а не пшеницу и солнечную кровоолею. Вот это должно быть наше мета. Как вам еще поставить министра сельского хозяйства, чтобы обсудить, когда у нас это все так разовьется? Хорошо. Когда могут состояться ближайшие переговоры в нано-мородском формате? Мы сейчас говорим о организации телефонной разуме. С точки зрения графика, скорее всего, это будет через... Уровень телефонного разговора президента страны. Конечно, это на на высшем уровне. Это, скорее всего, будет через наступный неделю, поскольку наступного неделя это просто сложно организовать с логистической точки зрения. Как только будем иметь результаты телефонной разуме, и мы договорились, что это будет серьезная телефонная разума, серьезно с точки зрения фиксации именно на вопросах безопасности и освободления заручников потом будем планировать, конечно, встречи но встречи с применением на результат и вот вы сказали про все эти визиты динамика, кто-то говорит про динамику кто-то говорит про результаты но на самом деле, когда политический сезон или почти политический сезон закончат столько очень серьезных политиков именно в Украине это свидетельствует, что российская агрессия в Украине и вопрос о поддержке нашей государства вот на самом первом вопросе здесь я с вами согласен, неделя была действительно внешнеполитически насыщена на этой неделе президент США обсуждал с президентом Франции вопрос мира в Украине сам Трамп об этом сказал что вам известно, о чем конкретно говорили, о чем договорились ну, если я буду выкладывать смысл разговора Трампа с Макроном наверное, это будет не совсем на 100% корректно но я напоминаю что сказал Трамп в Варшаве оскольки знаю в целом смысл этой разговоры Россия должна прекратить дестабилизацию Украины и это относится звичайно Донбассу это относится всего того, что Россия делает тут и это относится того, что Минск нужно выполнять начиная с безопасности вот это и была главная идея все-таки новости позитивные для Украины однозначно спасибо вам про Трампа и его визиты и Францию и не только его дела внутриамериканские мы поговорим со зрителями позже пока я вас благодарю спасибо Павел Кремкин министр иностранных дел Украины был гостем подробностей недели ну что ж участие в параде ко дню взятия Бастилии деликатесы на Эфелевой башне и пару конфузов визит президента США во Францию обрастает новыми подробностями но при этом лидеры которых пресса еще недавно называла политическими оппонентами все же достигли договоренностей Макрон и Трамп сошлись на том что выход США из Парижского соглашения по климату не должен помешать совместной работе в других сферах обсудили борьбу с терроризмом и договорились разработать дорожную карту по Сирии помимо деловых встреч президенты отужинали на Эйфелевой башне ради чего главный символ Франции закрыли для туристов и приняли участие в параде визит читы Трампов запомнится и парой неловкостей американский лидер во время приветствия не сразу смог обменяться рукопожатием с первой леди Франции но в конце концов сильно сжал ее руку и долго не отпускал а позже даже проронил комплимент Бриджит Макрон что она в хорошей форме а вот дома у Дональда Трампа очередной громкий скандал и главным фигурантом на сей раз стал его сын оппоненты Трампа все серьезнее говорят об импичменте пресса строит самое неожиданное предположение а вот как на это все реагирует Трамп и чем такие скандалы для него все же могут закончиться все узнавал Дмитрий Анопченко Казалось бы что что а этот скандал забудется мгновенно ведь на первый взгляд история пустяковая в Нью-Йорке в Трамп Тауэр сын кандидата в президенты встретился с мало кому известным российским адвокатом некой Натальей Весельницкой у которой якобы был компромат на Клинтон но в разговоре выяснилось толком женщина ничего не знает вообще ничего не было ни о чем говорить я даже не помнил об этом пока вы не стали это все проверять это были буквально 20 минут проведенные впустую какая жалость но скандал не утих наоборот на улицах Вашингтона пусть и немногочисленные но красочные шумные пикеты и их участники делают все чтобы об очередных обвинениях страна так быстро не забыла сейчас демократические принципы испытывают на прочность и закон скорее всего нарушен и люди протестуют чтобы быть уверенными что наши голоса услышат и словно услышав голоса с улицы конгрессмены начали кто осторожно а кто и совсем уж откровенно выражать возмущение и сомнения а кто-то и вовсе об измене родине заговорил причем недовольные комментарии сразу в обоих лагерях что однопартийцев президента республиканцев знаю что это серьезно я давно говорил это непростая ситуация та что еще очень нескоро завершится и уж понятно что среди демократов возникает так много вопросов в том числе и предложение в сговоре которое по сути продвигает нас к потенциальному расследованию государственной измены дошло и до откровенных призывов к отставке президента здесь в Капитолии два конгрессмена демократа Шерман и Грин распространили вот этот проект документа который надел столько шума так называемая резолюция 438 резолюция об импичменте Дональда Трампа в законопроекте говорится подвергнуть президента Соединенных Штатов импичменту за серьезные преступления мол Дональд Трамп и присягу нарушил и служебным положением злоупотреблял что интересно в законопроекте 438 всего 5 страниц и вот на 5 странице только 2 подписи это подписи авторов законопроекта и оставлено место для остальных конгрессменов которые захотят присоединиться к этой инициативе неофициально в конгрессе нам сказали понятно что голосов не хватит но свои две главные задачи эта резолюция все таки выполнит во первых понять расклад сил ну во вторых еще раз формировать общественное мнение когда 3 эпизода этой истории складываются в один становится понятно почему с завидным постоянством возникают скандалы вокруг семейства Трампа простая формула повод события реакция любая зацепка вызывает бурю в прессе за ней следует второй акт громкие политические заявления и обязательно третий слова об импичменте есть повод или нет хватит голосов или нет неважно страну хотят приучить к тому что импичмент в принципе возможен что об этом говорит закон интересуемся в знаменитом Джорджтаунском университете к профессору Сидману теперь обращаются за консультацией политики и вопрос который задают ему наиболее часто основания для крайней меры импичмента и закон очень четкий президент может быть отправлен в отставку даже если он не совершил уголовное правонарушение юрист говорит сейчас на этот шаг противники Трампа не решаться а вот членов семьи президента будут кусать кто сейчас реально в опасности так это Джаред Кушнер он при приеме на работу заполнил специальную форму где среди прочего спрашивается были ли у вас контакты с представителями властей других государств и он заполнил этот документ не указав что был на таких встречах где в том числе и русские присутствовали а это уже уголовная ответственность понятно что Дональд Трамп своих не сдает понятно что демократы по этим своим как раз и будут бить а значит традиционного для лета политического затишья в Америке в этом году явно не будет из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер вы смотрите подробности недели мы продолжим но после короткой рекламы я снова приветствую зрителей нашей программы подробности недели снова в эфире их снова посадят за стол переговоров и у министра здравоохранения Ульяну Супруны членов профильного парламентского комитета так распорядился премьер все ради того чтобы снова обсудить медреформу и снять все конфликты комитет внес в первоначальный документ Минздрава около семи сотен поправок но депутатские руки до голосования за медреформу на этой неделе так и не дошли а споров вокруг нее было предостаточно пациентские организации и МОЗ агитировались за принятие документа мол без нее украинская медицина окончательно впадет в кому но в комитете против якобы реформа не доработана против были и профсоюзы они даже акцию протеста организовали причем это был не просто митинг активисты во главе с председателем конфедерации профсоюзов Михаилом Волынцом забаррикадировались в здании Минздрава и потребовали руководителей министерства к себе на переговоры вокруг пообещали организовать палаточный городок ну а Михаил Волынец и вовсе объявил голодовку в требованиях профсоюзов фактически полный отказ от всего что планирует Минздрав мы подавали заявку до 2 тысяч и виявляется пришло и приехало из региона на эту акцию уже больше 5 тысяч людей даже сами не ожидали что люди настолько стурбованы станом справ медицины в Украине в бюджете Украины на этот год закладено 6 миллиардов гривен на централизованную закупивлю леков для наших медицинских закладов медицинских закладов не поступило никаких леков 0 0 как лековать людей и на этой неделе была еще одна акция протеста митинг отчаявшихся людей для которых цена чиновничьей подписи это их жизнь сотни онкобильных украинцев брошены на произвол ведь сделать пересадку костного мозга они могут только за границей но стоит это очень дорого тем кому повезет операция оплачивает государство но деньги закончились и на этой неделе депутаты должны были внести изменения в госбюджет тяжело больным необходимо около полумиллиарда гривен МОЗ просила 420 миллионов депутаты дали половину почему в других странах на лечении онка давно зарабатывают деньги в том числе и на украинцах которые пополняют бюджеты иностранных клиник а у себя на родине обречены на смерть Любовь Кукла продолжит мы за житя мы за житя сколько стоит человеческая жизнь для этих людей цена вполне конкретна тысячи украинцев ищут средства на лечение за границей потому что на родине их спасти просто не могут пересадку костного мозга в Украине взрослым попросту не делают и для многих последняя надежда государство помощи от Минздрава ждут 93 тяжелобольных пациента около 30 дел на рассмотрении на всю-сю колькість людей чтоб їх всіх пролікувати вилікувати врятувати життя потрібно за нашими підрахунками 470 мільйонів за підрахунками Ульяны Супрун і МОЗу це 420 мільйонів Минимум 100 тисяч евро Именно столько стоить жизнь онкобольного человека Эти люди родственники тяжелых пациентов Они вышли на протест ведь деньги на лечение от государства закончились еще весной Времени ждать у них просто нет счет пошел на недели Среди отчаявшихся и Жанна Остапчук у ее мужа Игоря лейкемия В свои 28 парень прошел 4 химиотерапии на это ушло полмиллиона гривен Семья потратила на лечение все Но самое страшное процедура Игорю не помогла Сказали, що потрібна трансплантация кісткового мозку терміново після чого ми звернулися почали шукати звернулись декілька варіантів прокрутили нам якби